МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Есть вопрос». Здравствуйте. 50% рубеж газификации квартир в Беларуси преодолели еще в 2003-м. Именно тогда был завершен один из самых амбициозных проектов новейшей истории страны – газификация Полесья. А три года назад к трубе с голубым топливом были подключены уже все районные центры. Сегодня в государстве созданы все условия для газификации на районе. Это бюджетное финансирование, помощь в 70% при строительстве уличного газопровода. А также банки выдают кредит на газификацию своего дома. Кто успел, а кто опоздал, выясняла наша программа. В деревне Октябрь проживает более 200 человек и еще столько же дачников. Природный газ пришел сюда не так давно, всего год назад. И уже зимой 2010-го 85 домовладельцев смогли отказаться от заготовки дров. Улица Колхозная, Огородная, Центральная, Школьная, Газифицированная. Тогда и местным жителям улицы Трудовая была предложена подача голубого топлива. Однако по причинам, может и объективным, хозяйки остались у своих печей. На трудовой, когда мы собирали собрание, значит, все, там, по-моему, один человек был, если я. Один был, а один то писал заявление, то забирал. Вот, и поэтому, значит, а там, как объяснял нам председатель кооператива, значит, повышалась стоимость из-за того, что надо было делать через магистраль, это у Красная Слобода, Солигорск, или под низ, под коп, или через верх. Это очень дорого стоило. И как бы на собрании, на общем, все остальные люди как бы не захотели на себя брать вот эти вот расходы. У нас нету своего кооператива. Как бы мы просто, он как-то, у них в уставе там как-то написано, как он мне объяснял, что нас можно было подсоединить к их кооперативу «Пламя газ». Он проводил газ в Крючах, Краснодворцах, вот, и у них там свой кооператив. И нас просто подсоединили туда, понимаете? А мы свой, у нас так никто не согласился ни бухгалтером быть, ни председателем, никто не захотел. Сегодня 14 членов кооператива «Газ и пламя» ждут не дождутся в своих домах того самого «Голубого пламя». Первый взнос на строительство газопровода жители улицы Трудовая внесли в ноябре 2010 года. Потом еще и еще. На улице ни малейшего намека о подходе газа. Ветеран войны Евгений Гапанович в свои 85 мечтает кашеварить по-новому. И надо было дров бегать шукать, до торфа ехать куплять. Пока газификация не добралась до родного октября, в ожидании более комфортной жизни соседи запаслись газовыми котлами и жалуются. Весь вопрос в том, что насчет проведения к нам газопровода. 450 тысяч за проект на смертную документацию и полтора миллиона за подвод к дому. Мы еще подпадаем под программу президента республики о газификации начальных пунктов еще по старым ценам. Ждем нас все только так вот словами говоря. Вот-вот газ, не бойтесь, все будет. А когда что и газ, если уже скоро зима. В доме Ирины Евгеньевны газ появился у одной из первых. Раньше на зиму на отопление дома требовалось три машины дров. В сегодняшних ценах больше миллиона рублей. С газом же, даже в минувшую морозную зиму, признается председатель Октябрьского селесполкома, потратили в два раза меньше. Помимо финансовой выгоды, экономия времени и сил. По счетам на тот год, конечно, 6 миллионов у меня еще не окупилось, но затраты, которые я тратила на брикет и на дрова, и затраты на газ по сравнению с прошлым годом, потому что там же у меня еще и баллон стоил, как бы дрова я отдельно заказывала, а здесь уже и отопление, и баллон. Я обсчитала, у меня получилось меньше. Газификация природным газом эксплуатируемого жилого фонда осуществляется в соответствии с указом президента Республики Беларусь номер 368. Согласно этому документу, проектирование и строительство новых уличных газораспределительных сетей с газопроводами на 70% работ финансируется из республиканского бюджета, а 30% за счет средств населения. Очередность проектирования и строительства объектов газораспределительной системы для газификации жилищного фонда устанавливает Респолком по согласованию с газоснабжающими организациями. В план на 2011 год улица Трудовая деревня Октябрь не входила. Была проектная ошибка. Завезли, сделали, все сделано с документацией. Но перед Октябром еще стоят завшицы, кривичи, краснодворцы по очереди, как очередь Респолкома, а есть на газификацию. Люди в деревне стали возмущаться. Темой разговоров у заборов было проведение газа. Одни сулили, придется ждать, другие с целью прояснить обстановку отправились в Респолком на прием к мэру. Я подключусь. Попрошу, чтобы поработала организация в долг за счет своей оборотки. Но потом оплатите. Вам же выгодно, чтобы была наработка. Газификация населенных пунктов – важная веха национальной экономической политики и существенные бюджетные затраты. Без малейшего преувеличения приоритетом является проведение газопровода в частный жилищный сектор, чтобы не пришлось выбирать или газ, как признак цивилизации, или сараи, как ностальгические воспоминания о прошлом веке.